Всем привет, с вами Павел Косенко. Сегодня мы поговорим о пленочном зерне и его имитации в цифровом изображении. Я покажу вам, как это сделать с помощью плагина Dehancer и объясню, почему именно этот способ позволяет получить достоверный результат. Для начала разберемся с тем, как устроена пленка. В ее основе лежат светочувствительные кристаллы галогенидов серебра, которые подвергаются воздействию света в процессе экспонирования. Кристаллы, получившие достаточное количество света, в процессе проявки превращаются в металлическое серебро. Остальные кристаллы, то есть неэкспонированные галогениды, вымываются из эмульсии на этапе фиксирования пленки. Средний размер галогенидов серебра определяет чувствительность пленки. Чем больше кристаллов размере, тем выше вероятность попадания на них фотонов света. Соответственно, чувствительность пленки напрямую связана с ее зернистостью. Более чувствительные пленки всегда более зернистые. Плотность галогенидов серебра на единицу площади определяет степень почернения данного фрагмента изображения. На негативной пленке области с низкой плотностью те, которые получили мало света, с высокой те, которые получили света достаточно. После печати негатива изображение становится позитивным, поэтому областям с низкой плотностью соответствуют тени, с высокой – света. Обратите внимание, зерно – это не побочный шум, а структурная составляющая пленочного изображения. Гранулы серебра распределяются по кадру с разной плотностью и тем самым образуют изображение. То есть пленочное изображение состоит из зерна и не существует в отрыве от него. Таким образом, грамотную имитацию зерна не имеет смысла рассматривать как способы его наложения. Наша задача – не наложить зерно, а разложить изображение на зерна. Все способы имитации зерна в цифровом изображении так или иначе сводятся к одному из двух принципов. Наложение сканированного зерна, генерация зерна. Мы уже знаем, что первый способ вряд ли приведет к хорошему результату, потому что он некорректен по своей сути. Тем не менее, рассмотрим его чуть подробнее. На первый взгляд, сканированное зерно максимально правдоподобно, поскольку это реальная аналоговая структура, которую лишь остается соединить с изображением. На самом деле это не так. Объясню почему. Дело в том, что в качестве сканированного зерна обычно используют кадр с серой плашкой, которой соответствует средняя плотность галогенидов серебра в толще эмульсии. Но дело в том, что накладываем мы такую плашку не на аналогичную серую, а на реальное изображение, в котором есть и тени, и света, и средние тона. Получается, что в средних тонах наложенное зерно может выглядеть более-менее правдоподобно, а вот в тенях и светах вряд ли. Визуальное ощущение большего или меньшего количества зерна в тенях и светах достигается не за счет плотности его распределения, а за счет как бы полупрозрачности слоя с зерном. Конечно, существуют хитрости обработки, которые позволяют минимизировать эти артефакты наложения, но все равно сканированное зерно, как правило, будет выглядеть наложенным, так как оно никак не связано с самим изображением. Плагин Dehancer предлагает альтернативный подход. В нем зерно не накладывается, а генерится. Причем не абстрактно, а на основе яркостно-контрастного анализа исходного изображения. Таким образом, каждая гранула находится на своем месте и не появляется там, где ее быть не должно. Важно понимать, что на макроуровне реальное пленочное зерно имеет довольно сложную структуру, потому что гранулы галогенидов серебра объединяются друг с другом в кластеры и образуют сложные пространственные формы. Поэтому в Dehancer гранулы не просто генерятся в нужном месте изображения с соответствующей плотностью, но и случайным образом сдвигаются в произвольных направлениях, чтобы образовать кластеры. Еще один важный нюанс. Все пленочные эмульсии делятся на два типа. С традиционными кристаллами и более плоскими кристаллами Т-формы. Т от слова таблет, то есть таблетка. Такая эмульсия была изобретена для получения более высокой светочувствительности с использованием меньшего количества серебра. Кристаллы Т-формы более эффективны, но такое зерно считается менее эстетичным. Поэтому обычно стараются имитировать именно классическое зерно, которое обладает более выраженным объемом. В цветной пленке в роли зерна выступает не металлическое серебро, а гранулы красителей, которые по форме тоже ближе к классическим галогенидам. В Дехансер зерно не просто генерится в нужном месте и имеет сложную кластерную структуру, но и каждая гранула поворачивается в 3D-модели относительно плоскости эмульсии, тем самым получая объемный вид. Именно так выглядит реальное пленочное зерно, потому что эмульсия пленки имеет определенную толщину, внутри которой гранулы распределяются не только по плоскости, но и в объеме. Следующий нюанс связан с наличием зерна в ярких цветах и глубоких тенях. Наложенное зерно, как правило, не меняет черную и белую точки изображения, что не соответствует действительности. На самом деле зерно всегда присутствует и там, и там по нескольким причинам. Во-первых, галогениды не вымываются полностью фиксажом и оставляют след даже в глубоких тенях. Во-вторых, кроме зерна негатива, в изображении также участвует зерно позитива, на которой оно печатается и которое особенно явно проявляется в цветах. Итак, Дехансер сгенерил аналоговую структуру объемного кластерного зерна на основе исходного изображения. Что дальше? Далее на эту структуру накладывается текстура исходного изображения. Именно так к структуре зерна добавляется информация об исходном изображении. Не наоборот. Потому что, напомню, изображение состоит из зерна, а не зерно накладывается на изображение. Рассмотрим работу плагина Дехансер на конкретном примере. Сейчас мы не будем подробно обсуждать выбор пленочного профиля, настроек параметров печати, блума, холейшена и других инструментов. Сразу перейдем к зерну. Параметры по умолчанию выглядят следующим образом. Чтобы было нагляднее, я увеличу степень зернистости с помощью парамента Amount. Обратите внимание, что при включении зерна снижается степень детализации. Это связано с тем, что размеры мелких деталей не могут быть меньше размера гранул серебра или красителей. Потому что, напомню в очередной раз, изображение состоит из зерна. Управлять детализацией можно с помощью параметра Film Resolution. Это интегральная характеристика оптической системы, состоящая из объектива и эмульсии пленки, внутри которой происходит переотражение и которое, соответственно, тоже влияет на детализацию. Значение 100 соответствует максимально возможной степени детализации при соответствующем размере зерна при использовании максимально резкой оптики. Значение 0 позволяет эмулировать использование мягкой оптики при съемке на пленку с соответствующим зерном. По умолчанию параметр Film Resolution имеет значение 50. Это примерно соответствует съемке на классические кинопленки классическими кинообъективами. Также Dehanser позволяет раздельно управлять количеством зерна в тенях, цветах и среднем тоне. Значения по умолчанию этих параметров выставлены в соответствии с классическим распределением зерна по тональному диапазону. Параметр Chroma определяет цветовой микроконтраст гранул красителей и позволяет управлять цветностью зерна. Максимальное значение соответствует максимальному насыщению красителей в рамках гамута, то есть цветового охвата выбранной пленки. В Dehanser зерно не может быть более насыщенным, чем используемая пленка. Минимальное значение Chroma соответствует как бы монохромному, то есть бесцветному зерну. В этом случае зерно меняет только структуру изображения и не вносит естественных цветовых микроискажений. В реальной пленке гранулы цветных слоев эмульсии не могут располагаться строго друг по другу и иметь при этом одинаковый размер и форму. Поэтому на макроуровне зерно всегда цветное. Но так как пересечения гранул в слоях все же присутствуют, зерно редко бывает максимально насыщенным. Классической цветности зерна соответствует значение Chroma 50. Описанные параметры позволяют аккуратно настраивать зерно в очень широких пределах от почти чистого до сильно зернистого изображения. При этом любая комбинация будет давать похожий на настоящее зерно результат. Настолько, насколько это в принципе возможно при работе с цифровым изображением. На этом сегодня все. Используйте плагин Dehancer, получайте от него удовольствие и качественный результат. Не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и подписаться на мой канал. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok